Здарова зрители канала! Хочу поговорить о питании в походе. Показывать ничего не буду, так, видео короткое будет, скажу пару слов. Друзья, для тех, кто думает взять с собой немного и опасается, что вот жрать будет хотеться, друзья, для похода вы можете вообще жратву не брать с собой, потому что человек очень долго может прожить без еды, и, в принципе, эта жизнь в первую неделю по своему качеству, по своим каким-то возможным опасениям, что вы изнемождены будете чувствовать себя плохо. Совершенно это никак не подтвердится в походе. Могу даже больше сказать, что, несмотря на то, что, конечно, первые два дня кушать хочется, даже меньше может день, потом о еде, в принципе, забываешь, даже в домашних городских условиях, в условиях похода, путешествиях вас это беспокоить не будет. Другой вопрос, что, конечно же, причине каких-то необычных для вас силовых задач, допустим, горных походов, длительной пешей ходьбы, естественно, энергию нужно брать где-то. Если такие походы, то, конечно же, надо взять пищу, но если вы посмотрите, проанализируете рацион, допустим, скалолазов, в зимнее время, там, альпинистов, то у них довольно-таки все там просчитано, очень легко все в плане массы, веса этого продовольствия с собой. Ну, какие альтернативы, да, каким-нибудь тяжелым мешкам с картошкой, да, сушеное мясо какое-то, орешки, ну, все это, конечно, должно сопровождаться большим объемом воды. Вот, какие-нибудь орешки, изюмчик, курага, вот такое. То, что мало весит, в принципе, ну, для легкоходов это важно, конечно же. Я, если вы видели, у меня есть плейлист путешествия, то есть я на мотоцикле в основном там. Если, ну, в будущем я буду на поездах ездить, так гулять. Вот, взял себе как раз так. Я раньше с рюкзаком ходил с тяжелым, и туда можно было все пхать, вплоть до 5-литровой газовой горелки, вот этой бытовой. Вот, но для легкоходов, да, вернемся, если там горелочка какая-то, вы хотите чайочек, вот чайочек, горелочка там, и сушеные какие-то продукты. Вот, даже сухари там можете взять какие-то, но, в принципе, не вопрос, там даже жрать что-то сладкое, вот, и ничего с собой просто не брать, да, многие знают, что, допустим, мед, который довольно-таки тяжелым продуктом является, он обеспечит вам, в принципе, и минимальный набор витаминов, и калорий, и сахар, и глюкоза позволят вашим мозгам нормально работать. Вот, то же самое вы можете запастись карамельками, и в условиях апокалипсиса, ну, довольно-таки немало протянуть. Вот. Поэтому, почему мама говорит, не ешь сладкое перед едой? Почему нам не хочется жрать? Потому что резкий, резкая концентрация глюкозы, калории все эти, они, почему жирные отказываются от сладкого? Потому что, вот, эта концентрация в малом, довольно-таки, большого количества энергии. Так вот, друзья, если, ну, вдруг какие-то такие условия, что, ну, не хотите вы брать с собой много там веса, либо вы планируете более уже грамотно и последовательно готовитесь, то учтите, вот, обязательно сухие какие-то вещи, там, сладенькое можете взять, вот. Ну, можете колбаску сухую такую взять, да, даже сервеладик какой-то, если вы мясом увлекаетесь. Тоже нормально так, ну, чтобы и вкусно же было, да, чтобы пойти-то. Вот, ну, друзья, всегда надо за что-то платить, когда вам очень вкусно. Потом, когда сильно много нажрался, и жизнь уже не такая, уже все пузо висит уже. Вот, а когда голодный, вот, голодный такой, бодрый, и жизнь, она более яркая, веселая и интересная. Вот. Ну, все, наверное, что, я-то ничего и не рассказал, да, ну, по витаминам, что. Курага, изюмчик, тоже то легенькое, что-то такое. Ну, все, друзья, не уверен, что это видео будет полезное для вас. Вот, давайте я, наверное, дополню, это посуда еще какой-то расскажу. Я, друзья, в последнее время, вот, уже довольно долго пользуюсь котелком. Простым, самым простым. Я думал, взять себе бундесверовский котелочек. Но он потяжелее, подороже. Наверное, более функциональный. Но, друзья, тут уже даже не так вес играет роль, как объем. Ну, и второе, все-таки объема, полезного объема для приготовления пищи, наверное, для одного человека многовато. Ну, смотря, конечно, где вы, если вы на одном месте неделю существуете, то как раз. Но если вы путешествуете, передвигаетесь, то, наверное, таки я признаю, что более легкие способы приготовления, какая-то кружечка, ну, так, кружечка и горелочка, она, наверное, более рационально брать. Потому что, но, в принципе, я со своим котелком уже до хрена хожу, где гуляю, готовлю себе жратву там. Но, вот, в последствии я пришел к тому, что, наверное, таки, так как у меня, еще раз говорю, был опыт и голодания вообще ничего не жрал. Ну, хотя я жрать очень люблю, напоминаю. Я не какой-то там отшельник, там, и диеты какие-то. Я, кстати, сколько не ем, я вообще не толстею никогда. И жру в основном больше всех здоровых, таких крепких, больших, тяжелых. Вот. Так, что я хочу сказать. Со временем я пришел к тому, что неплохо, может, взять какой-то, действительно, супик там, даже, может, с концентратов, только более-менее, ну, самый лучший, конечно, взять. Вот, его приготовить там, чтобы сильно, конечно, чистить картошку, где-то это и романтика. Ну, когда, допустим, ты едешь далеко куда-то, это путешествие у тебя длительное, не всегда хочется этим заниматься. Хотя в этом для любителей можно чередовать как-то. Ну, конечно, вот, теперь мы перейдем, раз посуды коснулись, перейдем быстренько к способу приготовления огонь, либо горелка, либо какие-нибудь химические варианты. Ну, могу сказать, да, мы все знаем, костер это романтика, это природа, это какое-то соединение. Горелочка чуть другое, ну, по горелке ни разу я не пробовал. По горелке не пробовал, поэтому не могу сказать, ну, я так допускаю, что это очень удобно, но... Все-таки это возвращает нас к бытовухе, и не очень это романтично так и уютно на природе. Может, я ошибаюсь. Ну, зимой, друзья, костер, ну, в этом-то смысл вообще выживания и все. Ну, все, ладно, хватит, я уже наговорил-то, вот, какой итог? Первое. По поводу еды. Сухое берите с собой. Сухие фрукты, сухое мясо. Ну, воду сухую вы не возьмете. Сухари там, вот. Второе. Посуда. Для небольших, недлительных походов в одиночку 2-3-4 дня. Хватит кружечки какой-то. И горелочки. Можно без горелочки, но кружечки, я имею в виду, не такую объемную посудину, как котелок. Хотя в котелок тоже, ладно, не будем, потому что можно базарить, это бесконечно противоречит самому себе. Ну, я так вроде обрисовал. Ну, и последнее, костер или горелка, ну, бог его знает. С костром много возни, много повреждений, ткани бывает, одежды, вы воняете. Время. Для кого-то фактор безопасности тоже играет. То есть дымок от вас идет, свет видно у вас. Преимущества какие? Преимущества, ну, с другом у горелки сидеть это невозможно. С другом, там, какие-то веселительные напитки, там, костерчик. Ну, что может быть лучше? Ну, вот, может быть и с девушкой. Вот. Ну, и все, одному, одному интересно. В принципе, надо тоже не забывать о кострах, друзья. В одиночку где-то пойти, распалить костерчик. Но, друзья, зимой это, конечно, тяжело бывает. Тяжело? Ну, и с горелочками газовыми тоже тяжело зимой бывает. Все, всем пока, удачи! Продолжение следует...